Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенький ролик по игре Last Day on Earth, либо же последний день на земле. Сегодня я бы хотел дать 5 самых главных советов для любого игрока, который хоть как-то связан с этой игрой. Первый совет поможет вам с Ордой Зомби. Если вы не хотите, чтобы все стены на вашей базе были разрушены от зомби, то во время нападения Орды просто не заходите в игру минут 15-20. Тогда у вас ломается лишь одна стенка, ну либо вы можете улучшить стены до третьего уровня и тогда зомби просто будут умирать от ваших стен. Но таких стен хватит только на 2-3 захода Орды, а восстановить будет дороговато по ресурсам. Так что лучше просто выходить из игры во время нападения. А также хотел сказать, что Орда Зомби ломает только стены, все ваши сундуки и другие аппараты останутся нетронутыми. Совет номер 2 связан с торговцем. Всегда пытайтесь обмениваться, потому что это очень сильно может ускорить ваш процесс развития в игре. Из ресурсов торговец принимает изоленту, гвозди, доски, железные слитки, каменные блоки, а также кожу. Также у торговца есть баг на катану, то есть если вам повезет, то у торговца будет очень выгодное предложение, в котором вы сможете получить целую катану за всего лишь одну доску. И да, для того, чтобы у вас появился торговец, вам нужно установить на базе предмет, который называется радио. Вы не сможете с ним никак взаимодействовать, он будет просто стоять, но без радио торговца вам не видать. Также, чтобы он появился, у вас должно быть неполное количество энергии, около 45-50. Третий совет, прям для самых новичков, которые только начали играть. Если вы хотите в самом начале получить немного хороших вещей, то тогда вам следует сходить в бункер альфа. Пропуск туда не нужен, так как он будет лежать в трупе солдата, прям перед дверью бункера. А в этом бункере вы уже сможете найти кучу разных ресурсов, пистолеты, броню, еду и много различных расходных материалов. Советую туда бежать абсолютно голым, потому что врагов там толком не будет. И если вы будете туда бежать голенький, без каких-либо вещей, вы сможете забрать больше ресурсов, именно которые лежали в самом бункере. Совет номер четыре для тех людей, которые любят немного помухлевать. Многие мне уже писали про этот мини-бак, который связан с ускорением процесса добычи ресурсов и атаки. И для того, чтобы все это проделать, вам нужно просто нажимать на кнопку атаки, либо же добычи, а после удара нажимать сразу на кнопку авто в левом нижнем углу. И тогда ваш персонаж будет гораздо быстрее делать все свои атаки и удары топорами и кирками. Вам просто нужно словить этот момент нажатия на кнопки, и тогда у вас все будет легко получаться. Пятый совет поможет вам, если у вас мало еды и воды. Либо просто закончилось все оружие, а ресурсов для крафта нет. Рядом со вкладками чертежей и рюкзака есть вкладка с монетками. Нажмите туда, и там будет три раздела с донатом и четвертый раздел почты, который нам и нужен. Там через определенное время появляются три банки с бобами и три бутылки воды. А вот чтобы получить тесак либо мачете, вам придется умереть три раза подряд, но не думайте, что игру так просто обмануть, и вы сможете нафармить себе оружие, просто умирая. На это тоже есть свои какие-то ограничения. В общем-то, ребята, на этом мои советы подходят к концу, я надеюсь, что для вас этот ролик был реально полезным, он вам понравился, вы подпишитесь за это на мой канал, поставите лайк, напишите приятный комментарий. Всем огромное спасибо, удачи и пока-пока.